Если бы ЕГЭ имел физическую форму, а народу дать оружие, народ бы отвел его за враг и расстрелял к чертовой матери. Я не поддерживаю этого понятия поколения ЕГЭ. Как проходили ученики на ЕГЭ? Это, извините, концлагерь. ЕГЭ хотя бы потому нужно, что она ум в порядок приводит. Нас окружают идиоты, я всегда это говорю. ЕГЭ это хорошо, и я это считаю искренне на примере своего ребенка. Это не крестики-нолики, как часто звучат в комментариях. И это не глупое натаскивание на однокипные задания. Обозы с рыбой, которые повезут из деревень в столицу. Эта программа «Все говорят об этом». В Госдуме предложили сделать ЕГЭ добровольным, то есть необязательным. ЕГЭ в России уже 20 лет, и все эти годы его хотят как минимум реформировать, как максимум отменить. И сейчас, после выхода из Болонского процесса, эти предложения звучат все чаще. Давайте разберемся, чем ЕГЭ плох, чем хорош, и что нам с ним делать. Вначале мы напомним, как ЕГЭ к нам пришел. История отечественного ЕГЭ началась, когда Россия присоединилась к Болонскому процессу. Первые экзамены-тесты прошли в 1997 году в четырех регионах страны. Через пару лет новую систему признали успешной. Единый госэкзамен вводили с благими намерениями. Уничтожить коррупцию в высшем образовании, облегчить поступление в столичные вузы абитуриентов из регионов и дать объективную оценку знаний и выпускников. На деле пробные тесты выявили массу организационных проблем. Исследования показали рост коррупции в образовании. Взятки перешли из вузов в школы. Но несмотря на критику в 2009 году, ЕГЭ стал обязательным. И с тех пор идет непрекращающаяся реформа экзамена. Вопросы и задания меняются практически ежегодно. Каждая компания сопровождается скандалами. Вокруг экзамена выросла целая индустрия репетиторства. И все чаще слышатся голоса. Не пора ли этот ЕГЭ вообще отменить? Все мы слышали фразу поколения ЕГЭ. Вопрос. Что для вас она значит? Наталья Александровна, вы руководитель Уральского ЕГЭ-центра. Поколение ЕГЭ для вас это кто или что? Я считаю, что это успешные ребята, целеустремленные. Точно знаю, что они хотят. То есть они лучше, чем те, кто были до ЕГЭ? Думаю, да. Они лучше, чем я, чем Александр, например. Ну, чем я, это легко. Ну, чем Александр. Это невозможно. Николай, кандидат педагогических наук. Во-первых, я не поддерживаю понятие поколения ЕГЭ. В обязательном порядке с 2009 года. И вон оно, молодое поколение, которое только присутствует. Они такие же, как и мы. Но то, что им выпал шанс облегчиться поступление в вузы, идти по жизни, я двумя руками за. У ЕГЭ нет недостатков? Знаете, я хочу сказать одну фразу, перефразирую. ЕГЭ хотя бы потому нужно, что она ум в порядок приводит. Поэтому, соответствующим образом, это именно та система... Это не дрессировка тупая? Нет, нет. Это именно систематизация упорядочивания. Анна, преподаватель русского языка и литературы. Вы вот этих вот людей, которые поколение ЕГЭ, учите своими собственными ручками. Для вас поколение ЕГЭ это что? Ну, я абсолютно согласна с тем, что поколение ЕГЭ это... Нельзя ЕГЭ мерить целое поколение. То есть взять ЕГЭ и сделать единственной меркой поколение. 20 лет это как раз поколение. Это поколение, но это поколение, которое не измеряется одним единственным государственным экзаменом. Но измеряется куча разных факторов. Я знаю, что в это вкладывают люди, пренебрежительно говорящие поколение ЕГЭ. Безграмотные? Безграмотность, натаскивание на задания. Но понимаете, в чем проблема? В большинстве своем это люди, которые ЕГЭ не сдавали и не потрудились открыть, допустим, там демонстрационные варианты. И они завидуют? Они могли бы это сделать ради интереса и понять, что на самом деле это не крестики-нолики, как часто звучит в комментариях. И это не глупое натаскивание на однотипные задания. Людмила Золотницкая, руководитель Уральского Свердловского артитического комитета. Поколение ЕГЭ для вас это что? Это обычное поколение. Просто так совпало. У меня ребенок, кстати, как раз попал в ту ситуацию, когда он в первый раз сдавал ЕГЭ в 2009 году. И благодаря этому он и поступил, собственно, в ВУЗ, который хотел. Честно, да. Потому что любой человеческий фактор, он всегда непредсказуемый. ЕГЭ, оно более предсказуемо для меня. Да, оно не идеально. Но идеального в мире вообще ничего не бывает. Нужно просто его как-то сделать. А дети, ну они всегда были такие, были и, извините, те, кто не хотел учиться, были те, кто очень хотел учиться и достичь каких-то вершин. Людмила, то есть они не тупее, чем мы с вами, например. Мы с вами ЕГЭ не сдавали, не довелось нам этого счастья в жизни. Они разные. И в наше время тоже ведь были, ну, разные. Нас окружают идиоты, я всегда это говорил. Я поэтому не стала вас цитировать, дала возможность и вам. Александр, вы против ЕГЭ? Естественно. Я помню, у меня дочь ЕГЭ не сдавала. И я этому прекрасно, очень этому рад. А поколение ЕГЭ, как вы тут предлагаете, кто это такие, я не буду использовать прилагательные, прилагательные, но если сравнивать в количественном отношении, то троечник советского времени это отличный отличник плюс сегодняшний. Да? Да. Да, Николай. Нет. Я, значит, опять вот хочу сказать полностью, поддержав, критикуют ЕГЭ те, кто в этом не разбирается. Воинствующий делентантизм, это стало веянием в наше время. А в чем ЕГЭ такого страшного для тех, кто его не сдавал? Почему мы его боимся? Знает о ЕГЭ только по, грубо говоря, публикациям о каких-то отдельных людей. Невозможно договориться с педагогом, невозможно в ВУЗ занести. Извините, если будет возможность, я расскажу эту историю. Ну, то есть никакого человеческого отношения. Ну, есть, там же есть, которые проверяют педагоги, есть моменты. ЕГЭ и экзамены в советском времени, это всего лишь оценка знаний ученика после качания школы. Нет, личное отношение педагога. Я подтверждаю, что имела огромную роль в моей судьбе, например. С точки зрения государства, это оценка знаний. Так вот, на мой взгляд, подчеркиваю, на мой взгляд, оценка знаний ЕГЭ с точки зрения именно государственной политики, это антигосударственность. Объясните потом, Татьяна Николаевна, вы занимаетесь ЕГЭ в Министерстве образования нашем. Для вас поколение ЕГЭ – это что? Это очередное поколение, которому государство установило иную форму прохождения государственной итоговой аттестации. И оно, как любое поколение в обществе, имеет более талантливых, менее талантливых людей. От формы итоговой аттестации ведь не меняется содержание поколения. Какое оно? Ну, то есть ЕГЭ, по-вашему, не наложила глубокого отпечатка на то поколение, которое сдавало ЕГЭ? Нет. Хорошо, давайте посмотрим, как это вообще бывает, как за рубежом, как это работает, как там оценивают знания при окончании школы и при поступлении в ВУЗы. ВУЗы Японии принимают студентов в два этапа. Сначала нужно сдать общий тест достижений первой ступени, затем экзамены при университетах. Большинство ВУЗов Нидерландов принимают на основании результатов ЕГЭ, плюс сдача тестов по английскому или голландскому языку. Обязательное условие для абитуриентов в США – аттестат средней школы, к которому прилагается список предметов с оценками. Учитываются общие баллы за выпускные тесты, однако единых требований к поступающим нет, потому ВУЗы организуют дополнительные конкурсные экзамены, собеседования и тестирования. Во многих странах ВУЗы просят абитуриентов написать мотивационное письмо, рассказать о своих сильных сторонах, успехах, стремлениях и описать причины выбора профессии. Письмо играет далеко не последнюю роль при отборе кандидатов. Давайте поговорим о плюсах и о минусах ЕГЭ. Самые очевидные плюсы, Николай. То, что она действительно убирает человеческий фактор, и оценка идет независимо, непредвзято, некорректно и так далее, то есть она более чем объективна. Отсюда удобство поступать в ВУЗ. Напоминаю о том, что у нашего поколения было два экзамена. Был выпускной школы и вступительный ВУЗ. Сейчас это была определенная нервотрепка, уж не говоря, между этими двумя экзаменами. Нет, ну плюс еще поехать. Оно маленькое, оно едет первый раз в другой город, где-то там живет, это денег стоит. Второй это был фактор момент какой. Мы сдавали, напомню, сколько выпускных экзаменов. Там была и физика, и химия, и тому подобное. То есть сейчас это более чем упорядочилось, и тому подобное. Ну и наконец, соответствующим образом, я вернусь все-таки к тому, что ЕГЭ, если правильно готовить, если правильно относиться... Вы просто не умеете его готовить, конечно. Именно. Оно систематизирует знания, подводит итог всему. Поймите, и я преподавал, как говорится, и много готовил по ЕГЭ. Оно очень четко распорядка. Наталья, и плюс ЕГЭ в том, что он дает вам работу, я так понимаю. Ну, я бы так не стала, конечно, говорить. Я думаю, что и без этого она не была безработной. Я в этом уверена. Я считаю, большой плюс ЕГЭ в том, что ЕГЭ дает возможность ребятам из регионов поступать в столичные питерские вузы. Но в столичных вузах есть свои вступительные экзамены. Все равно. Ну, не во всех. И не на все специальности. И сейчас, например, мы занимаемся профориентацией в Уральском ЕГЭ-центре, и все больше стало детей выбирать, например, вузы Новосибирска, Томска и других городов. То есть не только это Москва и Питер. По моим сведениям, что до введения ЕГЭ в столичных вузах 20-30% детей из регионов училось, то сейчас до 80% доходит. Ну, то есть ЕГЭ открыла столичные вузы для детей из глубинки. Конечно же, это плюс. Кто еще добавит? Можно я вот еще добавлю? У нас есть онлайн-школа подготовки к экзаменам. И вот там очень показательно. То есть в ней имеют возможность заниматься с преподавателями из Екатеринбурга дети из деревень, из сел, той же Башкирии, Тюменской области. Ведь не все живут в больших городах. И здесь четкие критерии, как нужно подготовиться, критерии оценки. И ребенок даже, там, может быть, один... Кто добавит про плюсы, потом сделаем паузу и поговорим про минусы. Я добавлю, да, историю своей жизни насчет человеческого фактора. Когда мы волновались, сдавали в школе, потом волновались, сдавали в вузе. Не всегда программа билетов в вузе, она соответствовала программе того, чем мы готовились в школе. Подтверждаю, не всегда. Вот, да. Поэтому очень... Расскажу историю, которая была очень широко распространена. Может быть, я ошибаюсь, может быть, просто я так об этом знаю. Когда, например, ребенку, за которого платили какие-то средства в вуз, достаточно было прийти на экзамен. Достать любой билет, взять и сказать, например, ну, в траве сидел кузнечик, ну, какую-то ерунду. Ему... Потому что, а, фамилия так, Иванов, значит, его нужно, значит, чтобы он поступил. Вот такие истории были. Ну, то есть взятки за школьный экзамен исчезли после появления ЕГЭ? Ну, конечно, так в школе и не нужно. Школа и не имела отношения. Как же они поступают-то? Неужели на равных? Действительно, мой ребенок так и поступил, вы не поверите. Ну, может быть, в вузах как-то можно занести, нет? А как? Они только помоги принимают. Не знаю, у меня дочери с 7 баллов до 300 не хватало, поэтому я не знаю, как там. Она вот так поступила на бюджет. Ну, это очень круто, между прочим. Евгений, можно бочкой дегтя? Сейчас ваша бочка дегтя, она здесь стоит виртуальная. Вы ее держите на готове. С удовольствием. Вы ее откроете вот из главного калибра огонь после того, как мы посмотрим рекламу. В России все чаще предлагают отменить единый государственный экзамен. И через минуту о том, надо отменить, не надо, плюсы-минусы, про минусы будем говорить. Сегодня мы говорим о том, что делать с ЕГЭ. Его все чаще предлагают отменить. И мы вышли на улицу и спросили, может быть, и правда, ну, его. ЕГЭ точно надо отменить. Это нервы ребенку, нервы родителям прежде всего. Надо оставить, потому что дети из небольших поселений. Все равно надо тоже как-то себя проявить, чтобы была у них возможность поступить в московские, питерские и другие вузы. Я считаю, что ЕГЭ – это для тупых. Благодаря ЕГЭ могут из маленьких городов в большие вузы поступить. А вступительные, наверное, потому что в ЕГЭ очень много заданий, которые мне нужны в жизни. Нет. Мы раньше лучше это… А что же… Зададут задания, допустим, диктант, мы написали, там, математики так же. А сейчас все, как спортлотой играет. Минусы, как сказать-то, без мата. Слишком много бюрократии в этом. Конечно, нужно отменить. Потому что он, я считаю, что он мучает души людей. Обязательно отменить. Я сдавал в 8-м классе нормальные экзамены, но ЕГЭ не сдавал никогда. Посмотрел, дурдом полным. Надо всего убирать его. Да нет, конечно, не нужно отменить. Пусть будет. Каждый экзамен-то хороший. Если бы ЕГЭ имел физическую форму, а народу дать оружие, народ бы отвел его за враг и расстрелял к чертовой матери. Но это и есть то самое предубеждение, которое основано, повторяю, на дилетантском подходе. Не видя ни разу, вот ни один из этих выступавших не видел ЕГЭ в реальности. А уж не говоря, не пробовал самоздать. Что говорят люди без души и натаскивания, так? Нет. Объясните. Я беру ЕГЭ историю, как историк по образованию. Первое. Там есть так называемая вторая часть, где я должен отношения высказать свое. И этим отношением я проявляю себя. И не является начетничество, не является каким-то надуманным этим всеми вещами. То, что в первой части я должен систематизировать знания, так это как раз положительная часть. Наталья, но вы же натаскиваете на ЕГЭ? Нет. Мы не натаскиваем на ЕГЭ. Это тоже заблуждение, что ЕГЭ-центры именно этим и занимаются. ЕГЭ невозможно сдать натаскиванием. Мы как раз учим думать. И это первое, что должен уметь ребенок, чтобы сдать ЕГЭ. Но он думает, куда галку поставить. Там нет таких заданий. Да, Аня, скажите уже. На самом деле, если говорить про разные предметы, то литература, мне кажется, наверное, это как раз демонстрация абсолютного творчества и свободы. Там пять разных сочинений, которые ребенок должен написать в течение четырех часов. Там очень-очень немного тестовых заданий, тестовой части. Соответственно, вот, пожалуйста. Ну, то есть ЕГЭ не представляет из себя заучивание, вот где, на какой вопрос поставить галочку. Там очень мало таких вопросов. А что тогда натаскивают-то? Ну, есть же эта индустрия натаскивания. Да, ну, кто-то, кто натаскивает. Репетиторы что делают? Или же атлатаны, которые, соответственно, обманывают. Есть огромная-огромная индустрия репетиторства. Сейчас я вам объясню. Вы знаете, сколько я репетиторам денег отдал? Не скажу. Совершенно напрасно. Я не платила репетиторам. Мой ребенок поступил сам. Это была его задача, его зона ответственности. Вот, смотрите, родители очень тревожные. Вот я такая же. И я не понимаю, что это за процедура. Я помню, что я тянула билеты Марии Ивановне в глаза. С Марьей Ивановной мы как бы в хороших отношениях. А вот с Петром Ивановичем мы не очень хорошо. И понятно, что он меня будет валить, да, вопросами. Так и было, как бы, да. Ну, тогда же такая фраза была. Ну, завалит или валит, да. Вот. Кто-то раскладывал билеты, как говорится. Кто-то юбочку покорочил надевал. Ну, это не наши методы, я не знаю. Но, наверное, были, да. Вот. И родители тревожатся. Они не понимают, что за процедура. И на всякий случай вот эту свою тревогу. То есть сами-то дети, они вообще очень адаптивные. Им скажешь, сдавай, выбери из теста, напиши сочинение или там расскажи устно. Ребенок это сделает. Но родитель будет тревожиться. Это ерунда. Я помню, в восьмом классе при царе Горохе я сдавал, билеты тянул. И дальше что? Так и поступление было другое. Что вы думаете о ЕГЭ? Спросил я в соцсетях у своих подписчиков. И вот что они ответили. Сдавал ЕГЭ через 18 лет после школы. Результатов хватило для поступления на бюджет в Ургю. По мне он, конечно, проще был, чем классические выпускные экзамены. ЕГЭ хорош тем, что абитурии не нужно тратить деньги, чтобы доехать до вуза. Раньше это был ценз, который устанавливал неравенство. Из минусов не нравится позиция руководства школ. Гомка за показателями, давление на учеников. ЕГЭ – лучшее, что случилось со школьным образованием за 30 лет. А каждому, кто толдычит про поколение ЕГЭ, надо просто сунуть под нос актуальный вариант по математике или русскому. Пусть хоть на четверочку наскребет. Но минусы в целом очевидны. Люди вместо осознанного выбора вуза и направления развития пытаются поступить везде, где проходят по баллам. Как бы ни был плох или хорош ЕГЭ, сейчас не нужно ничего реформировать. У страны нет ни сил, ни средств, ни мотивированных профессионалов. Будет только хуже. Давайте не трогать то, что хоть как-то работает. Уже второй год встречаются студенты, которые всячески поддерживают ЕГЭ. Для них это супер шанс пройти в хороший вуз. Они вполне цинично относятся к необходимости вызубрить ответы и вообще отвечать по шаблонам, как к части игры, в которой надо победить. Александр, вы приготовили свою бочку дегтя? Лейте! Всегда. Первое, значит, это общеизвестно, что заказчики ЕГЭ, то есть заказчики выпускников школы, а именно преподаватели вузов, говорят, что они имеют возможность сравнить с нынешним с прошлым. Они говорят, что качество абитурентов ниже пинтуса. Это первое. Второе. Такое действительно говорят. Второе. Здесь уже это упомянули, что есть вузы, а есть вузы, которые, по сути, отказались от безусловного учета результатов ЕГЭ. Это ведущие вузы, которые имеют право использовать старую систему ЕГЭ. Но это не есть недостаток ЕГЭ. Неправильно. Эти вузы, по постановлению правительства, их всего несколько, имеют право сделать один или два дополнительных экзамена к ЕГЭ. ЕГЭ не отменяет. Как это отменяет мои слова? Только что. Никак. Минуточку. Значит, соответственно, каким образом выбрали эти вузы? А очень просто. Это не есть недостаток ЕГЭ. Это и есть недостаток ЕГЭ. Потому что преподаватели этих вузов, которые предлагали свои вузы включить в этот перечень, прекрасно понимали качество подготовки абитуриентов. Это вторая история. Третья история. Вот тут показывали, как проходили ученики на ЕГЭ. Это, извините, концлагерь. Когда я сдавал и сдавала моя дочь, такого не было. Извините. Вы в аэропорту также проходите через металлодетектор? Минутку, минутку. Причем, если аэропорт, безопасность террористического акта и концлагерь при значении... Ну, Александр, давайте не будем бросаться с словами. Это не концлагерь. Это просто не проносить телефоны. Концлагерь в кавычках. Вы договорились. Вы думаете, потому что даже сдавая обычные экзамены, нас проверяли очень тщательно по поводу аспаргалок. Это было и в советские годы. Четвертое, что, может, даже более важно, на мой взгляд, то, что я уже говорил с точки зрения антигосударственности. Дело в том, что система образования, она же дает не просто образование конкретным людям, но она дает неких профессионалов, специалистов, профессионалов для народного хозяйства. Ну, для экономики, по-старому народному хозяйству. Соответственно, если... Это тоже общеизвестно, что уровень абитуриентов после ЕГЭ, а это единственная сейчас в школе система оценки достижений учеников, она слабая. Соответственно, мы получаем, как в итоге, профессию менеджер, который, в принципе, ну, это... Ну, то есть главная ваша претензия, это то, что все-таки плохая подготовка, потому что концлагерь это вот за скобками сразу оставляет. Нет, нет, это эмоции, согласую. Да, соответственно, в итоге... Плохая подготовка. Мы получаем абитуриентов для вузов, с очень низкой подготовкой для вузов. И, соответственно, опять же, преподаватели уже многих вузов говорят, что... Все, поняли, мы докопались до дна вашей бочки с дерьмом, ой, извините, с... Доктем. Доктем. Что будем делать с ЕГЭ? Вообще не согласны. Татьяна. Что мы будем сделать с ЕГЭ? Выпускники будут сдавать ЕГЭ. Куда они денутся? В другой форме ведь нет, для того, чтобы закончить школу, получить аттестат. Выпускник должен сдать русский язык и математику. Нет, но можно же отменить. Можно сделать добровольным. Хорошо, если отменяется ЕГЭ, тогда что будет вместо ЕГЭ для того, чтобы поступить, например, в вуз? А опять аттестаты с отметками? Ну, так тогда Марья Ивановна в школе может поставить все пятерки и будет аттестат с отличием. Или в вуз занесет. Или мы все-таки будем использовать какую-то единую линейку измерения того, что освоил ученик за годы обучения. Понимаете, почему, действительно, я согласен с Александром, преподаватели вузовские, очень многие сетуют на низкое качество амбитуриево. Это единственное. Значит, голословное утверждение о якобы массовости жалоб преподавателей вузов, это, повторяю, абстрактное его утверждение. Оно не это. Я разговаривал с нашим университетом, уральским федеральным, с МГУ, со многими другими. Нет такой точки зрения. Как раз отвечают о том, что есть в целом. Отдельные перекосы, отдельные вещи не носят массового характера. Первое. Второе. Манипуляция, которая моего оппонента только что была, тем вузам, которые дали право на дополнительные экзамены, повторяю, дополнительные к уже совершенным ЕГЭ, они носят или же характер ограничения, МГУ, СПГУ, или творческий характер, театральный, музыкальный и тому подобное. На журфаке, например. Конечно. На журфаке. Это нормально. Вот повторяю. На журфаках это нормально, можете мне поверить. Творческие. Но ЕГЭ на журфаке не отменили. Поэтому это второе, повторяю. И соглашусь с уважаемыми коллегами о том, что это действительно единица измерения, линейка измерения. Ничего другого нет на сегодняшний день. Анна, что бы вы поменяли в ЕГЭ, может быть? На самом деле я могу только там про свои предметы говорить. И ЕГЭ меняется ежегодно. Да, мы об этом говорили. То есть вот в этом году снова новый демонстрационный вариант. То есть его постоянно трансформируют, постоянно экспертов учат. Ну может быть вы видите что-то плохое, очевидно плохое, что нужно поменять, убрать. Оставить в целом систему. Вот такой журнал, называется «Педагогические измерения». Выпускает тот самый орган, который руководит ЕГЭ. Это Федеральный институт педагогических измерений. И в этом журнале постоянно ведется обсуждение, предложение по поводу улучшения. Их рассматривают. То есть кардинального ничего, а планомерное улучшение действительности вокруг нас. Можно? Можно. Дело в том, что очень странно требовать от института, цель жизни которого ЕГЭ, требовать его отмены или кардинальной революции. Поэтому это, извините, это как чиновники. Чиновника требовать модернизации и регулирования. И в чем проблема? Почему? Проблема в том, что если отменить ЕГЭ, этот институт надо отправить на свалку. Вы не понимаете суть чиновничья. Я понимаю суть чиновничья. Ничего. Это вот ваша выдумка. Это не выдумка. И то же самое, как института. Институт научно-исследовательский. И он занимается отражением вот этих мнений. Он занимается ЕГЭ. Если не будет ЕГЭ, не будет института. Неправда. Это правда. Следующий момент по поводу чего менять. Дело в том, что в существующей системе, которая работала до 2000 года, видимо, до года сдачи моей дочери экзаменов, там был один минус, который он не производил Ломоносовых. То есть, грубо говоря, из Махнёва способны... Не доехать, да. Хорошо, дальше быстрее. Так вот, в советскую систему надо сейчас просто добавить вот этот элемент. Появление, анализ и так далее. Обозы с рыбой, которые повезут из деревьев в столицу. Ломоносовых в столицу на обозе с рыбой. К каждому выпускнику по обозу. Неправда, но если этот элемент добавить, то все аргументы плюс ЕГЭ... Все, мы поняли. Мало времени. Коротко, что бы вы поменяли? Я бы только поменяла единственное, чтобы варианты ЕГЭ хотя бы 3 года не менялись. То есть, было более стабильное задание, а не вот ежегодные изменения. Нет, можно по этому поводу. Есть банк данных, банк заданий, и просто перед началом экзамена из него методом случайных чисел выбираются задания. Поэтому банк опубликован на сайте ФИПИ, и просто что там будет методом выбора, ну это никто не знает. Вывод итоговый. ЕГЭ плохо, все остальные ЕГЭ хорошо? Да? Нет. Плохо? ЕГЭ это хорошо, я это считаю искренне, на примере своего ребенка. Предложить можно следующее. Ну, соглашусь с некоторыми, не с вами. Вот, да, и скажу следующее, что те, кто говорят, что поколение ЕГЭ тупые, они просто, их нужно приглашать, и такая процедура есть, прийти и сдать экзамен в пункте приема для родителей. Родителям успокоится. Ну, как сказал Николай, вы просто не умеете их готовить. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. В комментариях предлагайте темы, я ваши комментарии читаю и отвечаю каждому, если по делу. Давайте общаться. Спасибо, что смотрели. Все говорят об этом, и смотрите еще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...